Всем привет, уважаемые зрители! С вами Виги! Ну что, ребята, свершилось чудо! Наконец-таки 11-го числа, первого месяца 2017-го года, вышел наш долгожданный патч 7.1.5. Возможно, кто-то его не ждал, но я ждал его с большим, превеликим удовольствием, потому что воинов наших, наконец-таки, апают. А что самое главное, так это не просто банальное увеличение урона или уменьшение кулдаунов, но при этом добавление интересных обивок. Ну что ж, ребята, погнали! Детка! Мы больше не будем сосать! И начнем мы сегодня с ваших любимых талантов. Да, ребята, первое, что у нас бросается в глаза, это размашистые удары. Смертельный и казнь теперь поражают не одну цель, а целых две. А это значит, ему место быть в тройке против таких тим, как ТСГ, Трубачи и всяких остальных миликлипов. Там, где есть какой-то либо кастер, где пацаны не будут бегать в куче, там, где есть разбойники, я бы вам посоветовал все-таки больше использовать превосходство. Таланты на 30-й, там, где наш контроль, подтверглись тоже изменениям. И тут нерфы, ребята, а именно ударная волна. К сожалению, ее понерфили именно стан не 4 секунды, как был, а всего лишь 3. Жалко, на самом деле, потому что при помощи него я мог контролить всяких Трубачей, всяких миликлипов. Теперь мой хил будет уезжать еще быстрее, печально. Удар громовежца и удвоенное время остались, ребята, без изменений, поэтому с ними все хорошо. На 45-м бафнули наше кровопускание, теперь, когда вы ее прожимаете, она моментально наносит урон. Также ее немножко бафнули в процентах, но, ребята, она по-прежнему, если честно, неиграбельна. Возможно, где-то какого-то разбойника законтрить у вас получится, но аватаришка все-таки лучше. Боевой запал, кстати, тоже апнули. Когда вы делаете вихрь, вашу основную цель, он наносит не 35, а 45 больше урона. Ну, аватаришка, ребята, аватаришка. На 60-м, ребята, был небольшой ап второго дыхания, ранее было 6, теперь 7%. С этим талантом очень классно качаться, но ни в коем случае не надо драться в ПВП. Тут топ, ребята, оборонительная стойка, выбираем ее. На 75-м все без изменений, поэтому в ПВП на арену берем смертельный прием. На БГ побаловаться или в ПВЕ можно взять сосредоточенную ярость. Если вам кто-то скажет, что ходит на арену на большом рейтинге сосредоточенной ярости, знайте, пиздит как дышит. Ибо, ребята, для того, чтобы на стака 3 стака, нужно около 45 ярости, 5 секунд, и потом вы сделаете удар и промах, потому что противник, что сделал, уклонился, в то время как я нажал 2 раза смертельный удар и нанес больше урона. Но на БГ никто не отменял. Пока я записывал это видео, пришли гопники и отжали мое место. Присяду-ка я здесь. На 90-м у нас очень офигительные изменения. Все дело в том, что я постоянно думал, что же лучше, травма или смертельное спокойствие. Теперь я точно знаю. Титаническая мощь, так как, ребята, она больше не уменьшает процент удара колосса, а только увеличивает им секунды. Поэтому наш колосс теперь не 8 секунд висит на цель, а целых 24. Это просто офигительно. Теперь его уберем. На сотом, ребята, бафнули опустошитель. Теперь он прям даже мощнее, чем у Вихря Клинков. Но по-прежнему берем дополнительный выпад. Ох, сколько фанатов-то понабежало. Смотрите почему. Первая, ребята, причина. Все дело в том, что нам наконец-таки вернули наше обезоружение. 30 секунд курдаун. О да, я уже чувствую кучу вайнов на форумах. Поэтому, ребята, в скором времени ожидайте окора с 45 секундой курдаун. Спасибо тем, кто ныр на форумах. Я вот прям жду этого. Ну да ладно, дело не в этом. А дело в следующем. Если дают мне обезоружение, я жму вихрь, и пушка мне возвращается назад. Также, если я уже кручу вихрь, и мне пытаются дать обезоружение, я получаю невосприимчивость. Следующий плюс, я невосприимчив к любому контролю, и моя ротация вихрь покинуть села очень хорошо работает. Так, ладно, спрятался здесь. Андуин, ты ведь спасёшь меня? Что касаемо самого обезоружения, тут, ребята, есть как плюсы, так и минусы. Всё-таки 30 секунд это маленький курдаун, и он отбирает не только пушку, но и щит. Всяким противоинам, всяким шаманам хорошо на пользу пойдёт. Опять же, тем же армс или фури воинам тоже хорошо на пользу пойдёт. И вихрь клинков намного больше кд. Также тем магам, всяким кастерам, на удивление, тоже хорошо пойдёт. Судя в том, что пушка даёт нехилевый такой урон. Всякие бафы, а мы её просто отбираем каждые 30 секунд на 8 секунд. Но вот есть большой жирный минус. Это смертельные приговоры. Потому что когда нужно вовремя нажать казнь, а всякие маги, всякие разбойники тебя катят, охотники прыгают по всей карте. Но экзекутик тебя постоянно будет к ним телепортировать. Вот и сиди думай, что из этого действительно лучше. Конечно, в качестве сейва обезоружения хорошо, но в качестве подавления, в качестве поскорей-поскорей его догнать цель, смертельный удар лучше. Так что, если вы играете в ТСГ или в Турбо, я бы всё-таки взял смертельный приговор. Но если вы играете в 2 на 2, и у вас там есть кастер в тиме, то тут обезоружение намного лучше. Сейвится, сейвится надо. Также добавили новый талант Храбрый Командир. Он уменьшает на 1 минуту ободряющий клич. Ну, я всё-таки больше против кастеров склонен к отражению заклинаний, а против миликов машина гнева. А вот дальше ещё сложнее. Вот эти 3 таланта нужны вообще все, реально. А выбрать нужно только один, раздатчик более. С одной стороны, сокращает аж на 15 секунд ваш бурст, и при этом даёт его вашему тиммейту на 10 метров, вообще всем союзникам. То есть ваши тиммейты, как и вы, сможете нехило так продамажиться. А с другой стороны, ребята, можно нехило засейвить своего тиммейта. Новый PvP талант Дуэль. 25 секунд кулдаун, 8 секунд действия и 20 метров боевой клич. Ну что ж, ребята, талант реально тоже имбовый. Представьте, выходите вы 2 на 2, против вас выходят там ДК и Паладин, а вы с друидом за воина. И ДК, естественно, начинает просаживать вашего друида. Что вы делаете? Вы кидаете ДК Дуэль. И ДК на целых 8 секунд по друиду наносит на 50% меньше урона. Реально классно. Но есть объемка и третья, боевое знамя. Очень, кстати, долго у нее КД. 1 минута и 50 секунд. Но все союзники в радиусе 30 метров получают передвижение скорости на 30%. Также абсолютно весь контроль урезан на 15 секунд на 50%. Я думаю, вот это боевое знамя очень хорошо подойдет против таких вот контрольщиков, как РМП. А вот реально выходишь, начинают они в самом начале команду контролить. А ты этот флаг кидаешь и все. Никто не тренгует, у всех жизнь прекрасна. Я вот уже чувствую. Сейчас ребятки будут писать в виде. Ты пропустил верхние таланты. Да, ребята. Сейчас про них я тоже расскажу. Итак, ребята. Я лично вот как Милик. Очень люблю вот этот талант. Кстати, его понерфили. Раньше он был 25%, сейчас только 20%. Поэтому я его очень сильно обожаю. Хотя с другой стороны, дальний бой, вот такие кастеры, ханты, больше любят адаптацию. Ну, тут уже кому как. Лично я больше люблю непреклонность. Что касаемо вот этих двух талантов, ну тут думаю все очевидно. Против кастеров мы берем усиленная броня, против миликов берем вот этот талант. Он действительно хорошо работает. Вот мы и подошли к концу. Нижние талантики. Да, ребята, нижние ПВП таланты. И у нас здесь опять изменения. Буря, разрушение. Новый ПВП талант, который сокращает время восстановления виха клинков на 33%. Также, кстати, он еще вешает смертельные раны на всех противников. А еще, ребята, если вы возьмете опустошитель с курдауном 1 минуту, он также будет на него влиять. И курдаун у него будет не минута, а целых 40 секунд. Тень колосса штука интересная, но я бы ее использовал только в дуэлях. А вот за точку клинка ребята бафнули. С курдауна 45 секунд у нее стало 25. Это действительно очень круто, но у нее есть небольшой минус. Смотрите внимательно. Данная билка уменьшает вражеское исцеление аж на 70%. Это нереально круто, но всего лишь на 4 секунды. И после того, когда она закончится, на противнике нету никаких бафов. Видите, ребята, у вас есть 4 секунды, чтобы потом повесить на противника опять свой дебаф на минус 25% к исцелению. Ну что, уважаемые господа, мы с вами только что рассмотрели старенькие и новенькие таланты и пвп таланты. Что касаемо ротации. В пвп ее, ребята, нет. Жмем реально по ситуации. От себя, единственное, хотел бы сказать, удалите вот эти 2 обилочки. Мы не ауе обилками занимаемся, не ауешим тиму, а прожимаем одну слово цель. Мы воины. Ауешить это чернокнижников задача. Ну, естественно, в приоритетах, конечно же, чардж, удал короса, смертельный, подрезание сухожилий. Ну, а там же можете спамить мощный удал, если вы взяли кровопускание, жмите кровопускание. Если вас контролят, жмите вихрь. Вихрь, кстати, лучше нажимать только, когда вас контролят, а не в качестве прожимной силы. Оборонительную стойку, ребята, жмем только тогда, если в нас постоянно играют, допустим, в 3 на 3. Ну, или если в вас не играют, и у вас более 80% хп. Если у вас хп опустилось там 80-50, лучше ее нажать. Лишним не будет. Поэтому, ребятки, берегите себя и берегите своих тиммейтов. От себя хочу сказать, ребята, ну, лайк за старание, подписочку на мой канал, если вы этого не сделали. Очень хочу услышать ваше мнение в комментариях. Также, ребятки, не забудьте посетить нашу группу ВКонтакте, можно на нее и подписаться, у нас там постоянные розыгрыши. Ребята, хотите сниматься со мной в моих фильмах, но у вас нет Легиона? Специально для вас Легион, карта оплаты на 60 дней, и не только по офигительным ценам, а с формокодом VIGI еще дешевле, ссылка в описании. Надеюсь, я вам чем-то помог. Спасибо большое, что смотрели меня. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»